Что же с тобой делает существо? И кто-то есть. Толя знает, но он молчит и он практик. Я разглядывала твои клетки в микроскоп и ничего не поняла. Я не знаю. А что ты вообще знаешь? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить дубликат. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свои комментарии, ну и погнали! А кстати да, перед тем как мы погоним, в комментариях к прошлому выпуску, относительно моей реакции на арт, который я обсуждал в конце видоса, написали мол, ну людей же сложно рисовать! Ам, простите, а как это отменяет то, что арт, скажем так, неудачно его жал? По-моему никак. В общем-то, теперь точно погнали! Кошки не носят платья и не танцуют. Ты ещё и заговорила. В общем, спасибо, Виола. Теперь мне будет легче. Как красиво танцуют. Анатолий же уже различил две параллельные линии. Кошка на охоте и радующаяся жизни девушка. Завораживает. Хочется подойти поближе, усесться в траву и отбивать ритм ладонями. Представление закончено, я так понимаю. Ещё и лыбится! Ладно, живи ещё. Срок до послезавтра ты заслужила. Богиня? Прошёл ещё один цикл. Последний цикл, отведённый Анатолием девушке-кошке. А в остальном ничем не примечательный. Наверху, на материке, как говорили в посёлке, уже распалась империя. Перемены докатились и до посёлка. Кого-то из обитателей возвращали на материк, кого-то просто сокращали. Сворачивались военные, закрывая свои неизвестные гражданским проекты. И сокращая присутствие до неполной роты. Охранявшие имущество, которое пока ещё не успели вывезти на материк. Так что об оборотне большинство населения посёлка просто позабыло. Тем более, что пошёл устойчивый слух о полном закрытии филиала. Девушку-кошку это не интересовало. Она жила своей жизнью, общаясь с Виолой, наблюдая за жизнью людей. Воруя еду в столовых. Однажды, украв у одной из лен пачку печенья, она оставила леню на столе яблоко. Просто так. Нет, совесть за кражу её не мучила. Она не знала, что ни что значит украсть, ни что такое совесть. Бывшей кошке просто понравилась идея обмена. И идея подарков с её практическим воплощением. То, что люди, кроме Виолы, от неё убегают, либо её не замечают, стало привычным. И к людям она больше не подходила, наблюдая за их жизнью издалека. Изменилась мера воспитания. Мера, блядь, мера, блядь. Буф, сука! Изменилась мера восприятия. То, что раньше казалось ей прорехами в туманном флёре, постоянно висящем в воздухе, теперь воспринималось как тоннель в другой мир. Она шагала в них на мгновение, оказывалась в коридоре со стенами, сотканными из тумана. И следующим шагом уже выходила в нужном ей месте нужного ей узла сети. Вай, хоть где-то зима. А то у меня тут как бы на улице вместо снега дождь идёт. 23 декабря, знаете ли, самое время, чтобы ливень пошёл. Бля. Стали, видимо, входы и в другие тоннели. Похожие, но другие. Девушка-кошка несколько раз сунулась в них, а в дальнейшем этого избегала, осунувшись. Всякая попытка шагнуть в новый тоннель приводила её или в место, заполненное людьми... Большими домами и механизмами. Или куда? Или на пустую, продуваемую ледяным ветром равнину, украшенную только грудой чёрных камней. И то, и другое пугала девушку, поэтому она сразу пряталась назад в привычные ей миры. Едва высунув голову и осмотревшись в новом месте. Виола, я оценил результат. Вот только зачем ты это сделала? Мне показалось неправильным, что мы не даём им шанса, просто уничтожаем их. Думаю, что первое? Сначала они хорошие, а потом в них просыпаются нет, не зверь. Не знаю, что или кто. И они начинают таскать людей сначала сюда, а потом на неважно куда. А мне стало её жалко. Жалко. Мне кошку жалко. Может быть, человека было бы жалко. А вот это существо нет. Так что не проси меня ни о чём. И не пытайся её уговорить, спрятать или запереть, это бесполезно. В любом случае, она только думает, что гуляет сама по себе. А в нужное время она прибежит в нужное место и будет думать, что так и надо. Так что у тебя своя работа, а у меня... И я буду делать её хорошо. До свидания. И ты будешь делать её хорошо. Что же с тобой делать, существо? И кто ты есть? Толя знает, но он молчит, и он практик. А я разглядывала твои клетки в микроскоп и ничего не поняла. Я не знаю. А что ты вообще знаешь? То, что ты в опасности, ты знаешь? То, что Анатолий вот-вот убьёт тебя, ты знаешь? То, что тебе лучше залечь их где-нибудь у... Пятьдесят лохматом узлее не отсвечивать месяца два, ты знаешь? Ты знаешь, что я сама ещё не уверена, правильно ли я сделала и... Прав ли Анатолий? А что такое убьёт? Попытаться объяснить девушке, что такое смерть, Заняло все оставшиеся до обеда три часа. Бесполезно! Я есть, и вот меня нет? Так не бывает. Я всегда была и всегда буду. Это трудно. Только обещай не показываться Анатолию на глаза. Я попробую. Она попробует. Не человеческий разум. Чтоб его. Как была кошка, так кошка и осталась. Пора было возвращаться в посёлок и работать. Вчера Глафера привезла приказ о ликвидации филиала и передаче материальных ценностей и результатов научных разработок в нове создаваемой коммерческой структуре. И надо было решить, что отдать, что оставить, а что уничтожить, как будто этого и не было. Как ты думаешь, имеет сейчас значение судьба отдельной бывшей кошки? Я не знаю. И я не знаю. Виола так и не приняла бывшую кошку как равную себе. Так и продолжала относиться в глубине души к ней, как к лабораторному животному. Сумеешь ты не попасться Толе, значит сумеешь. Значит сумеешь. Значит это уже проблема новых хозяев. Попадёшься, значит так тому и быть. Я попыталась до тебя достучаться. Пока, кошечка. Береги себя. Анатолий, завтра не исчезайте никуда. Будет совещание. Но, Глафера Денисовна, у меня. Я знаю, что у вас. Это приказ с материка. Приедет представитель новых собственников. Будем согласовывать порядок передачи дел. Так девушке-кошке неожиданные обстоятельства подарили ещё три дня. А три дня спустя, девушка-кошка устроилась на крыше посёлковой столовой. Скинув из себя платье, грелась на солнце и думала. Кажется, впервые в жизни. Всё-таки Виоле удалось заставить её думать. Заставить шагнуть от животного сейчас к человеческому настоящему. Вот я есть, а вот меня нет. Как это нет? Как вот это я сын? Девушка ловко смахнула рукой надоевшее насекомое. Покрутила головой, нет ли у насекомого группы поддержки. И опять легла, закинув руки за голову и глядя в небо. Я помню, как я бегала на четырёх лапах и не умела разговаривать. Или умела. Не знаю, но люди меня не понимали. Я была меньше ростом и покрыта шерстью. Со мной жили двое, мужчина и женщина. А потом женщина посадила меня в мешок и унесла далеко. Я стала от неё далеко, как коса от меня. Девушка опять подняла голову и посмотрела на трупик косы, откатившуюся к самому краю крыши. Но я прибежала назад. А оса уже никуда не прилетит, как и те мыши. Значит, если меня сильно ударить, то я уже ничего не буду понимать и чувствовать. Не буду двигаться. Вообще, от меня останется только тело. Об этом говорила та женщина. А тем мышам было больно? Я вот разрезала себе голень, было больно. А если ударить так, что умру, то будет ещё больнее. Надо будет поговорить об этом с той женщиной и с тем мужчиной. Он правда хочет меня убить. Он сильнее меня, но я быстрее. Девушке надоело валяться на крыше и захотелось есть. Она поднялась, надела платье, открыла тоннель и прямо с крыши столовой шагнула в зал. Сейчас, когда порядок после обеда наведён, у девушки было немного времени, пока не начнут готовить ужин. Девушка прислушалась. В столовой было тихо, только на кухне шумела вода и с крыльца доносился разговор. Пускай девушка и не понимала почти ничего, но разговор её заинтересовал. Ведь девушка любила наблюдать за людьми. Не слышно ступая, она прошла через зал и устала, спрятавшись за распахнутой входной дверью. Так что бы её не было видно, насторожив свои кошачьи уши. И что ты думаешь об оборотне? О том, которого гоняли три месяца назад, славная была погоня, только глупая. Что бы эти охотники с ним... Что бы эти охотники с ним делали, если бы поймали? Мы не знаем и десятой доли о здешних местах. Мало ли, что за неизученная живность в посёлок забрела. И теперь уже не узнаем. А в посёлке за 35 лет уже накопилось столько легенд, в том числе и об оборотнях. Мифы и легенды образованщины. Вот, например, про чёрные алтари жертвоприношения слыхал? Ладно, слушай. В общем, есть такая теория, что кроме нас сюда лезут или лезли обитатели другой реальности. Мы сосуществовали с ними в одной вселенной. Но ощутить друг друга не можем, просто не пересекаемся. И здесь... А здесь мы не чужие. И пусть видим только следы друг друга, но видим. Всё это подтверждается расчётами, но там столько переменных, что вывести можно всё, что угодно. Так вот, тринадцатая экспедиция, когда создавали сеть, натыкалась на вакуале с примитивными каменными алтарями, расположенными там, где у нас стоит этот бронзовый мужик. Понимаешь, у нас репер-узла, это бронзовая статуя. А у них пирамиды из базальтовых глыб. А на глыбах прямо на базальте от... оплавленные углубления в форме ладоней. А в справочнике написана экспедиция номер тринадцать. Изучение четвёртого порядка эфемерных узлов. Информацию закрыли, но следы её можно найти в здешней библиотеке. А вот дальше уже мистика пойдёт. Мы проникли сюда, используя взрыв водородной бомбы. Они человеческие жертвоприношения. И отпечатки ладоней как раз остались от жертв. Они тоже люди, но у них совершенно другая цивилизация. И если что-то непонятно здесь, то можно приложить ладони к камню и получить ответ там. Или исчезнуть. Муж бабули приложил. И исчез. А потом трассу к тем вакуалям стёрли с памяти ЭВМ. Поставили двойной барьер, непроницаемый для людей и НБО. Отчёт экспедиции засекретили, а сами участники как-то быстро пропали. Но это ещё не всё. Говорят, что среди наших пионеров НБО иногда появляются копии людей оттуда. И кончается это трагедией. Либо резней в узле, либо узел просто исчезает. Как попадают сюда из-за барьера, да кто же их знает. Например, в виде нейтренных колец. Для них-то всё проницаемо. Вот и оборотни наши вполне могут быть пришельцами с той стороны. Ведь так? Девушка не сразу поняла, что обращается к ней. А когда поняла, вздрогнула. Рассказчик смотрел на отражение девушки в зеркале, висящем в тамбуре столовой. Ты у меня спрашиваешь? Я человек практически и люблю легенды слушать и не придумывать. Ладно, побежал я, демонтаж у меня. А ты приходи через два часа, машина придёт. Будем твоё оборудование грузить. Застучали подошвы, и невидимый собеседник сбежал с крыльца. А девушка-кошка продолжала стоять и смотреть в глаза парню. Хотела убежать, и не могла. Хотела спрятать лицо, закрыв его руками. И тоже не могла. Было и тревожно, и радостно одновременно. И ещё непонятное ощущение смеси тепла и чекотки. Разливалось по телу, беря начало где-то в районе диафрагмы. Парень шагнул в двери столовой. Ты удивительно красивая. Не пойму, почему тебя назвали оборотнём? Лучше я буду считать тебя нимфой, или лучше... Некой. Или, знаешь, была такая богиня-женщина-кошка. А звали её Баст. Весьма положительный персонаж. А меня зовут Артём. Никуда он не пошёл через два часа. Так что лаборатория грузила оборудование без него. А в общежитии он появился только поздно вечером, а на вопрос соседа по секции, где был, лишь тепло улыбнулся. Они бродили, взявшись за руки, по всей сети и говорили обо всём на свете. Парень находил очень доходчивые слова. И за шесть часов сумел сделать то, что так и не смогла Виола. Может быть, потому что увидел в девушке девушку, а не бывшую кошку. А может быть, потому что у него был талант объяснять и рассказывать. Или потому что девушке интересно было слушать парня. А девушка... Девушка просто была! И показывала парню весь свой мир. Они побывали в разных местах. Они стояли на крыше старого корпуса и смотрели, как Генда на мгновение превращается в чёрный цилиндр, достигающий до неба. Достающий до неба. Они шли вдоль кромки леса. Парень в своих больших ладонях нёс полную пригоршню малины. А девушка брала ягоду и клала парню в рот. Её. Они купались в зеркальном озере, где до воды можно добросить камнем, но нельзя дойти пешком. И жарили на прутьях пойманную девушкой рыбу. Они увидели всё, что девушка хотела показать парню. А в самом конце их путешествия они оказались перед пирамидой, сложенной из базальтовых блоков. Значит, это правда. Значит, действительно есть место, где можно получить ответы. Парень поёжился от ледяного ветра, занёс и долго держал руку над одним из отпечатков углублений. Но так и не приложил. Мне не о чем... Блядь. Мне не о чем просить умер... Блядь, что? Не о чем просить у мёртв... Может, нечего просить у мёртвых? Потом он склонялся над алтарём над каменными желобами, уходящими под основание пирамиды. Над бронзовыми кольцами, вделанными в камни. Вернулся к алтарю и провёл пальцем по значкам, вырезанным на поверхности. Египет. Похоже на Египет, но, наверное, это какой-то другой Египет. Но если это Египет, значит, ты правда, она. Баст! Знаешь, есть... Знаешь, это плохое место. Не ходи сюда. Оставайся лучше местной богиней, хранительницей этой земли. Завтра я уеду, но я буду помнить, что влюбился в настоящую богиню. Прощай. Прощай. Я сделаю, как ты сказал. Но однажды я приду за тобой. Что толку от хранительницы, если эта земля существует, только пока по ней ходят люди? Идём. Она подала ему руку и провела по туманному коридору прямо на площадь и там, в тени памятника. Они поцеловались в последний раз. Ты знаешь, что я не могу остаться, Баст. Если я останусь, то буду не я. Зачем тебе 60 маленьких пионеров, которые ничего не помнят? Зачем им богиня? Я знаю, и тут я бессильна. Но не называй меня так. Лучше я буду обычной девушкой, пусть даже девушкой-кошкой. И всё-таки однажды я приду за тобой. Приходи, обычная девушка-кошка. Я буду ждать. Нет, ты скоро всё забудешь. Я знаю. Но однажды я приду и позову тебя. А после я тоже буду ждать. Ты обязательно вспомнишь. Прощай. Так. Подождите, я уже в говно запутался. Семён-то... Типа прототип того... Той, не прототип, а... Клон того бородатого Семёна. А это Артём. Типа, получается, она приходила за Артёмом, но... Из него получился... Семён? Что? Блядь. Какого... Я нихуя не понял. Как это работает? Ах... Сраку. Утром она смотрела из кустов, как к воротам подъехал автобус. Как оттуда выгрузились приехавшие. В том числе и смутно знакомая рыжеволосая девушка. Как в автобус садились уезжающие. А вчерашний парень, прежде чем скрыться в автобусе, долго смотрел на то место, где засела девушка. Ну что ж, ставим эхо в таком подглядывании друг за другом и до следующего раза уже. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока. Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена. Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, пустой вселенной.